всем привет вами вадим казин и сегодня в этом видео я хочу поговорить с вами насчет концепции игры world of warships итак давайте сразу перейдем к делу когда-то когда наша игра выходила в релиз когда она там выходила из закрытого бета тестирования на многих ресурсах разработчиками была озвучена концепция камень ножницы бумага о чем идет речь допустим линкор это у нас камень крейсер это у нас ножницы эсминец бумага то есть камень нагибает у нас ножницы ножницы нагибает бумагу бумага у нас нагибает камень ну я честно говоря не очень согласен с этой концепции я не против концепции когда линкор нагибает крейсер когда крейсер нагибает эсминец но когда эсминец нагибает линкор здесь немножко Ну как бы даже не то, что немножко, а вообще очень-очень нереально То есть корабль, который имеет водоизмещение 2-3, ну там максимум 4 тысячи тонн Нагибает корабль, который имеет водоизмещение 60-70, иногда 80 тысяч тонн То есть количество там железа, орудий, людей, оборудования Несопоставимо во много раз больше, чем на этом корабле Но, к сожалению, разработчики все-таки пытаются эту концепцию в нашей игре реализовать Да, я понимаю, японский эсминец, который с помощью своих мощных торпед через инвиз топит какой-нибудь линкор Здесь не поспоришь, но когда какой-нибудь артиллерийский эсминец типа Хабаровского, Удалова Поджигает и за счет пожаров выводит из строя линкоры Здесь, конечно, очень-очень все невесело Ну давайте перейдем дальше В нашей игре, как вы знаете, не 3 класса, а 4 класса 4 класс авианосец, который вот в такой концепции практически не участвует Единственная его задача, это спокойно стоять где-нибудь за укрытием Либо около какой-нибудь там синей линии в углу карты И дамажить любой из этих классов, как ему вообще захочется Если крейсер за счет заградки может дать отпор То линкор уже особо не может дать отпор Спокойно топятся линкоры авианосцами Также эсминцы спокойно иногда топятся более опытными авиаководами Ну и крейсера, когда заградка заканчивается Либо когда игрок вместо заградки взял какой-нибудь гидроакустический поиск Крейсер тоже уходит на дно Честно говоря, я вот с такой концепцией тоже не согласен И предлагаю уже вот такую концепцию Это у нас камень, ножницы, бумага и колодец Честно говоря, в танках вот такая вот концепция, она работает Почему она работает в танках? Потому что там в основном те же самые танки играют в стандартный бой Там нет тех же самых очков, которые капают, когда вы там какой-нибудь танк подбили Там просто два респа, игроки между собой там сражаются И победа, если вы респ захватите, либо уничтожите все танки То есть линкоры это, как пример, тяжелый танк Крейсер, как пример, средний танк Эсминец, как пример, легкий танк И авианосец, как пример, артиллерия И у эсминца в той игре есть возможность за счет скорости Также за счет маскировки Где-нибудь там очень рискованно в начале боя Вполне нормально где-нибудь в середине, либо в конце боя Пробраться к артиллерии и спокойно ее там выпилить За счет того, что артиллерия имеет небольшое количество Тех же самых очков боеспособности В нашей игре, к сожалению, эта вот такая схема, такая концепция не работает Почему? Потому что большинство боев проходит в режиме превосходства То есть это большое количество точек, которые надо захватывать Чем больше вы точек захватите, тем больше очков вы получите Тем быстрее ваша команда выиграет И получается, что эсминцы вместо того, чтобы там пытаться потопить авианосец Каким-нибудь там способом эсминцы У нас теперь отведена роль захвата точек Ну и борьбой с такими же эсминцами В принципе, других больше задач нету Если бы у нас был бы стандартный бой, который был первоначально Когда игра выходила из релиза То, если вы помните, в тот самый момент у нас было большое количество ничьих И разработчики, соответственно, внедрили вот такой вот режим под названием превосходства Да, конечно, в последнее время у нас появляется стандартный бой Все больше и больше я наблюдаю Но, опять же, эсминцы уже привыкли к тому, что надо брать точки Надо пытаться бороться с другими эсминцами И в то же время, за счет того, что у них есть торпеды и мощная ГК С большим количеством шансов на пожар, соответственно, эсминцы занимаются там, как правило, линкорами Либо разборками где-нибудь у Респа Авианосец у нас находится, опять же, не при делах Я предлагаю следующую концепцию в нашей игре То есть необходимо добавить дополнительный класс Тут есть три варианта Первый вариант мы разделяем эсминцы на лидеры Либо артиллерийские эсминцы И на эсминцы, которые играют за счет инвиза и за счет торпед Ну, как пример Ветка японских эсминцев Тех же самых, где в топе там Шимакадзе находится Что получается? Авианосец спокойно там топит линкор Тут не поспоришь Линкор выносит там крейсер, крейсера И крейсера топят эсминцы артиллерийские Артиллерийские эсминцы гоняются за торпедными эсминцами Торпедные эсминцы за счет инвиза пытаются пробраться между вот этими вот тремя классами До класса под цифрой номер 5 И его там за счет торпед потопить Что это вообще дает? То есть, это дает то, что авианосец ради того, чтобы жить Ему придется уже перемещаться То есть, ну как пример Линкор ради того, чтобы выжить Ему надо двигаться, маневрировать Крейсер тоже надо двигаться, маневрировать Эсминец Опять же, надо тем более маневрировать Иначе он долго не проживет Почему у нас вот такой класс в игре, как авианосец Стоит где-то там за укрытием И спокойно дамажит все вот эти вот оставшиеся классы Я предлагаю все-таки, чтобы появился какой-нибудь класс Который заставит авианосец перемещаться Пускай там, ну где-то там не с большой скоростью Но просто хотя бы совершал какие-нибудь маневры Может быть в составе ордера Может быть где-то там позади ордера Но авианосец, ну все-таки должен перемещаться И часть команды Один эсминец, может быть один крейсер Может быть два эсминца Все-таки должны прикрывать авианосец Как это вот работает в танках То есть там некоторые прям прикрывают артиллерию И все это дело там работает В качестве второго варианта Сюда можно добавить такой класс кораблей Как торпедные катера Которые за счет, опять же, инвизов За счет своей скорости Спокойно проходят между классом линкора И там крейсера, эсминцы Соответственно могут их там догнать, потопить И тогда вопрос решится Но опять же, класс торпедные катера Будут все-таки не давать Спокойно авианосцу дамажить И наносить большое количество урона По другим классам Как вариант номер три Можно сюда добавить класс подводных лодок Но опять же кто-нибудь скажет А как вообще на них играть Они же медленные, у них торпед мало И так далее, и так далее Ну как предложение Попробовать их респить где-нибудь На стороне противника Опять же, то есть Линкоры у нас там танкуют за счет своих ХП Крейсера пытаются там, может быть Захватить точки Отогнать эсминцы Эсминцы пытаются Ну может быть там один Может быть несколько Пытаются потопить подводные лодки А подводные лодки Основная задача Потопить авианосец Вот Поставить задачу Да, вот ты играешь на подводной лодке Может быть ты играешь на Торпедном катере Может быть ты играешь на Инвизном эсминце Твоя задача Топить авианосец И тогда вот эта вот схема, она будет работать То есть все будут двигаться, все будут перемещаться И все будут играть вот такую вот концепцию игры Которая, ну в принципе, мне больше нравится Но я вам сейчас покажу другую картинку Вот она, пожалуйста, перед вами Возможно, уже разработчики плавно от концепции Камень, ножницы, бумага и колодец Переходят вот к такой концепции, которую я называю для себя пирамида Пожалуйста, сверху авианосец, самый нагибущий класс Чуть ниже линкоры, которые нагибают все, что ниже Ну, естественно, там на равных воюют с таким же классом, как и они Ну, то же самое крейсера на равных воюют с другими крейсерами Ну и опять же нагибают эсминцы Эсминцам ничего не остается, кроме как воевать с эсминцами и брать точки Ну, такая вот получается грязная работа Почему я вообще вам показываю эту схему? Потому что в последнее время разработчики в составе команд Хотят видеть определенное количество кораблей И всячески это регулирует, производит балансные правки Вы знаете, что те же самые разработчики иногда говорят Вот у нас в нашей игре большое количество линкоров А давайте мы их там понерфим Тем самым мы уменьшим количество линкоров в составе команд По мнению разработчиков, состав команд должен выглядеть следующим образом Один, максимум два авианосца Ну, может быть два, максимум три линкора Три, максимум четыре крейсера Ну и на остаток там уже давайте добросим все эсминцами Бывает, что эсминцы три, четыре, пять, ну максимум шесть эсминцев Вот такой вот состав именно классов в команде Разработчики хотят увидеть, чтобы вот такие вот корабли Именно классы кораблей играли именно в морских сражениях в их игру Напишите ниже, что вы думаете вообще Насчет вот концепции нашей игры Возможно, вы со мной согласитесь, что разработчики плавно переходят Вот к такой вот концепции, которую лично я называю пирамиду Возможно, вам понравилась идея вот с такой вот концепцией Когда появляется какой-то дополнительный класс Возможно, наоборот, она вам не нравится Обязательно напишите ниже в комментариях Также можете написать в комментариях Что вы думаете по поводу вот такой схемы Может быть, стоит вот именно к такой концепции обратиться Может быть, вам нравится вот такая вот схема Когда три класса между собой разбираются Когда эсминец нафиг чертям сжигает любой линкор Когда от того же Хабаровского убегают те же самые Ямато Разработчики предлагают понервить Хабаровск И Хабаровск внезапно уже по своей одной из важных характеристики В виде маневренности превращается даже хуже, чем некоторые крейсера Также, что вы думаете, что авианосец у нас в этой вот схеме Как бы так не участвует, стоит где-то там в сторонке Просто спокойно дамажит любой из этих вот классов Все, спасибо, с вами был Вадим Казин Подписывайтесь на канал, ставьте лайк Желаю вам самого наилучшего в вашей жизни И говорю пока-пока